Губернатор Тверской области провел инспекционную поездку по важным объектам строительства в Твери. Западного моста и детской областной клинической больницы. На месте проведения работ по возведению нового инфраструктурного объекта Игорь Руденя провел совещание. Подробности у Натальи Чекет. Строительство долгожданного западного моста для многих жителей Твери официально началось. Сейчас идет первый этап работ. Мост протянется от Петербургского шоссе до проспекта Калинина параллельно железнодорожному мосту. Также здесь будет шесть полос для движения автомобилей. Планируется также реконструировать горбатый мост. Первые работы начались на левом берегу Волги. Сейчас здесь проходит обустройство подходов к мосту. В конце февраля планируется начать бурение свай. Напомним, что возведением западного моста через Волгу занимается компания ДСК. Через 20 дней начнем бурение первой сваи и подготовительная работа, технологическая дорога и отсыпка насыпи. В работах задействовано около 10 единиц специализированной техники. Экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, грунтовые катки, автокраны и самосвалы. Кстати, строительство нового моста и развязок не ограничит движение по железнодорожному мосту. Уникальность этого проекта в том, что мы должны обеспечить бесперебойное сообщение железнодорожного транспорта между Москвой и Санкт-Петербургом и параллельно строить развязки, путепроводы и автомобильный мост через реку Волга. При осмотре площадки Игорь Руденя подчеркнул, что важно продумать вопросы безопасности на объекте, предусмотреть возможность прохождения судов под мостом, обеспечить шумозащитные ограждения возле жилых домов. Во время совещания рассмотрено обустройство развязок в районе улицы Фрунзе. Предполагается создать современный путепровод. Полностью работы планируется завершить в 2025 году. Это очень важное решение. Это создание новой транспортной логистической системы движения по нашему областному центру, нашей столице. Это логистическая увязка между трассой М-11, центром нашего города. Возможность более гибкой работы общественного транспорта на территории города. Другой, не менее важный объект, как для жителей областной столицы, так и для региона в целом – строительство нового здания детской областной клинической больницы. С тем, как ведутся работы, также ознакомился губернатор. Сейчас на объекте завершено устройство монолитной плиты фундамента и возводятся несущие конструкции. В общую площадь детской больницы 57 тысяч квадратных метров выполнили работы по устройству свайного фундамента. В осмотре строящихся объектов принял участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Васильев. Комментируя итоги рабочей поездки, он подчеркнул высокую значимость для всего Тверского региона строящихся объектов. По проекту новое ДКБ рассчитано на 420 коек и 13,5 тысяч посещений пациентов в год. Здесь запланировано открытие 17 отделений. Кроме того, планируется создать базу для подготовки молодых специалистов. Самое главное для будущего врача, помимо учебы в стенах вуза, это еще лечебная база, где будущий врач будет получать самые современные навыки и практики от ведущих специалистов. Планируется, что детская областная больница, перинатальный центр, областная клиническая больница будут работать как единое целое и создадут региональный медицинский кластер.